У меня дома лежит много разных моточков пряжи, и я не знаю, какой у них состав. Как же определить, что за состав у ниток, шерсть это или синтетика? Давайте проведем эксперимент. Для этого я буду поджигать кусочки пряжи. Но сначала я возьму два отрезка пряжи, состав которых мне известен. Белая это шерсть, а синяя это полушерсть и половина акрила. Вот я подожгла обе нити, и сейчас посмотрим, как будет вести себя кончик, который сгорел. Вот это чистая шерсть, стопроцентная, в этом я полностью уверена. И я разотру кончик. Вот так выглядит. Здесь ничего не осталось, никакой грязи. Запах золы очень ярко выраженный, как будто жгли волосы. Теперь буду поджигать другие ниточки, состав которых мне совершенно неизвестен. Я предполагаю, что это синтетика. Вот я подожгла концы ниток. Если будете делать такой же эксперимент, держите отрезок пряжи горизонтально, чтобы огонь не обжег пальцы. Сейчас посмотрим, что же это за пряжа. Наверное, будет много грязи. Ой, смотрите, она абсолютно не снимается, как стекло. А что здесь? То же самое. Я угадала. Вся эта пряжа является стопроцентной синтетикой. Скорее всего, акрил. А вот по запаху определить точно не получается. Может быть, тут нужна охотничья собака. А я определить по запаху не могу точно. Теперь вы тоже можете определить, какая пряжа у вас находится в хомячьих запасах. Потому что этикетки от пряжи теряются. И что это такое, иногда совсем непонятно. Нажмите на колокольчик. И вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за тёплые отзывы о моих уроках. За то, что подписываетесь, ставите лайки и остаётесь со мной. До новых встреч!